Раз, два, три. Так, что же я хотел такого сказать и вспомнил. Если вы не знаете, что такое формат, не так, вообще не так. Я обращаюсь к тем людям, кто еще не знаком с подкастом. Скорее всего, вы первый раз смотрите этот ролик. Хорошо, если вы не знаете, что такое подкаст, подкаст это то, что не стоит воспринимать за чистую монету. И все, что в дальнейшем будет сказано, не стоит эту информацию воспринимать серьезно, потому что это больше развлекательный контент. И вообще, я люблю подкасты, когда у меня камера не работает, либо все, что я хочу записать на камеру, моя камера не записывает звук. Я хотел снять на веб-камеру один бложик. Бложик. И моя камера, веб-камера, которая встроена в мой, в последний ноутбук, не накладывает звук при записи видео. Но такое бывает. Я это еще сказал в своем инстаграм профиле. Это что касаемо подкаста и камеры. А теперь хочу передать привет тем людям, которые давно ждали мой ролик на моем канале, на основном канале. Также хочу передать привет людям, которые меня любят и не любят, ненавидят. И те, кто узнал меня только в этом ролике. Это новым подписчикам и новым людям. И также мимо проходящим людям и просто, кто любит смотреть каждый день. YouTube. Когда у меня был прошлый стрим, он был в прошлом году. Я не помню, какой это был стрим. Мне подписчики обещали задонатить тысячу евро. Но не, а меня обманули, киданули на бабки. Но вы после этого услышанного скажете, тебе легко обвинять своих подписчиков. Хорошо. Вы знаете. Прекрасно. Не то, что прекрасно. Вы, если часто смотрите YouTube, часто смотрите стримы, вы знаете, что стрим, в первую очередь, это профессия. Блогер. Профессия. Ну, стример, блогер, профессия. Решайте сами. Потому что большинство блогеров, они в основном беря те же стримы, если грамотно говорить, то они зарабатывают. Но неважно. Если у меня сейчас было бы тысячи евро, и плюс мое нидерландское агентство выдало 80% от моей зарплаты, от моей зарплаты эту тысячу, грубо говоря, я бы сейчас купил бы камеру и Sony PlayStation. Хорошо. У меня сейчас этого ничего нет. Вы можете меня дальше обвинять, что ты же сказал, что тебе подписчики не дали тысячи евро, и ты их в этом обвиняешь. И из-за этого у тебя нету камеры. Ты же сам можешь заработать. Да, я могу заработать. Но я трачу деньги не только на камеру и не только на ноутбук. Ведь у меня есть и другие потребности. У меня, кстати, было много мыслей касаемо денег. Но я знаю одно. Сейчас то время, когда людям как-никак нужны деньги. И здесь я уже не собираюсь никого обвинять. И люди в этом не виноваты. Возможно, сейчас люди готовы на все, чтобы прокормить себя и прокормить свою семью в первую очередь. Поэтому, если вы хотели еще раз меня обвинить, то не стоит сейчас то время, когда, мне кажется, лучше отказаться от всяких дорогих покупок и просто смириться в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Это звучало, я знаю, остроумно, но вы должны обратить внимание, в каком числе выгружен этот ролик, который вы сейчас начали смотреть и слушать этот подкаст. Смерть. Перед этим я уже сказал про деньги. Про деньги можно долго говорить. Вы каждый день про деньги говорите, когда проходит день, ночь. Теперь немного хочу поговорить про смерть. Как-никак она актуальна. Но один человек сказал вот что, умную фразу, даже не фразу, а такое предложение, чтобы не зывать, почему сейчас все это происходит. Люди умирают каждый день. Не только от всяких болезней, потому что есть бытовые, всякие столкновения, всякие катастрофы. Люди умирают, потому что друг друга могут стрелять огнестрельным оружием, потому что могут убить себя холодным оружием. Также умирают от старости, ведь есть много разных болезней. Поэтому нужно об этом всегда не забывать, особенно сейчас. Это не я сказал, а один, возможно, умный человек, возможно, просто он читает много умных книг, может, он общается с умными людьми. И с этим, ну, я просто с этим согласен. Серьезно. Я думаю, вы должны тоже с этим сейчас согласиться, как-никак, особенно сейчас. Особенно я сейчас, или вы там смотрите эти все публикации в интернете, когда просматриваете новости, когда вы смотрите телевизор по новостям, часто говорят про эту смерть. Хорошо, если кто-то сейчас выздоровел и к нему больше эта болезнь не вернется. Вот. Сейчас актуальна самоизоляция, четыре стенки. И тут вы можете посмотреть зеленый слоник. И впечатление сложится, что ты сам как находишь зеленый слоник. Когда ты в четырех стенах и вместе с людьми. Особенно это в других странах. Я не буду говорить, в каких странах просто изолирован. Хорошо, если в других странах, как в Белоруссии, Лукашенко сказал, вы не изолированы. вы можете дальше работать. Но это неправда. Может быть это не так, но просто здесь сказал Белоруссия. Но Белоруссия не единственная страна. Мне немного обидно, потому что когда говорю изоляция, не хотел оказаться, как и большинство половины земли, земного шара в изоляции. И тут я говорю зеленый слоник. Мне кажется, люди бы сейчас сняли зеленый слоник. Как никак это актуально немного зеленый слоник. Потому что зеленый слоник говорит о том, что люди не могут долго находиться в одном помещении. Если они будут находиться долго в одном помещении, они могут сойти с ума. Конечно, есть много советов, чтобы люди не сошли с ума. Поэтому читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку, потому что никто от нас не застрахован. От чего реально не застрахован. Я не буду говорить, потому что про это сейчас много говорят и об этом актуально. Вот. Самоизоляция. Четыре стенки. Я не хочу говорить на одну и ту же тему, потому что на эту тему можно очень долго говорить. Я хотел бы поговорить на те темы о том, что люди не так часто говорят каждый день об этом. Можно же про другое поговорить, но вам скорее всего это будет не интересно, потому что вы знаете о чем сейчас люди говорят так часто. Возможно уже наступила просто другая реальность и все мы станем скорее всего киборгом. Есть теория о том, что это не так просто запущено вот и возможно нас начнут типовать и не знаю к чему это переведет возможно это все заранее запланировано но возможно не стоит впадаться в панику вот ведь вы если меня слышите значит у меня что-то есть разумное всему есть объяснение просто самоизоляция ну сами понимаете у меня есть мечта я хочу обратно вернуться в нидерланды потому что я сейчас не в нидерландах а обратно на той земля где я родился и поэтому сейчас вам нужно мечтать как можно больше потому что кто-то из вас хочет завести семью кто-то найти хочет отличную работу за которую вы будете получать хорошие деньги кто-то может хочет улететь на марс потому что я читал статью что люди хотят туда улететь и открыть колонию вот кто-то из вас мечтает познакомиться с девушками а кто-то хочет познакомиться еще с парнями рано или поздно это произойдет не важно когда это произойдет главное мечтать ведь у каждого человека должна быть цель к чему-то прекрасному и каждый человек я не знаю как это правильно сказать ведь есть добро и зло и человек создан для того чтобы этот мир делать просто лучше даже в этом подкасте невозможно все идеально сказать мне так хочется сказать в этом подкасте и шутить шутить и при этом чтобы вы понимали что я настолько все это хорошо говорю мне просто понравилось что человек создан чтобы это делать мир лучше но это не я сказал это сказал Стивен Стигл я как мужчина хочу быть героем для кого-то пусть это не для всех но для нескольких людей возьмем допустим мою маму я уже для нее герой вот и сейчас есть герои просто мы их не знаем в это трудное время но герои они есть они есть герои я сейчас не вижу проблем о чем поговорить сейчас или потом рано или поздно у каждого из нас есть вопрос но нет на него ответа я люблю эту фразу потому что человек он такой есть у него есть куча вопросов но нету на него ответов но рано или поздно ответ появляется просто к вам задают какой-то неловкий вопрос и он обычно неожиданно и вы в неловкой ситуации как ни странно я люблю философию то что я здесь говорю в реальной жизни я скорее всего никогда не поговорю потому что это то же самое когда вы открываете например книгу начинаете читать то в реальности вы не можете так говорить потому что это как игра актеров если мы говорим про игру актеров то недавно я смотрел много фильмов ну вы сами понимаете самоизоляция сейчас смотри что хочешь сиди в интернете сколько хочешь посмотрел фильм Джокер последний забыл как имя и фамилия этого актера но я знаю он играл вместе с Расселом Кроу в фильме Гладиатор и мне очень понравился фильм Джокер Джокер потому что режиссер или сценарист которые которые ставили фильм Джокер это последний 2019 года очень хорошо раскрыли персонажа Джокера очень хорошо раскрыли вообще они так раскрыли что ты понимаешь это Джокер это Джокер я не понимаю почему я это об этом говорю я сказал что я хочу говорить на разные темы вот я знаю что у меня есть подписчики или ты тот подписчик который не важно что я говорю и как я говорю но вы понимаете прекрасно что это подкаст и не стоит верить то что я говорю потому что не стоит воспринимать все за чистую монету вот но и такой ролик тоже должен быть немного странный и ему тоже есть право быть на ютубе и на моем канале если сейчас бы человек создал машину времени серьезно машину времени я уверен что многие катастрофы можно было бы избежать и создать идеальный мир где человек бы не знал ни страданий ни страданий не знал что такое смерть то есть это был бы бессмертный человек но мне кажется это нереально потому что никто не создал машину времени и не предотвратил войну и смерть и не предотвратил все плохое на планете земля вообще это фантастика но если кто-то изобретет машину времени я допустим хотел бы предотвратить то что сейчас происходит потому что это немножко не очень хорошо но что сделать что сейчас такое время другая реальность да и тут как раз правильные мысли появились и вы со мной после сказанного согласитесь даже если вы бы знали что это произойдет рано или поздно все плохое для многих людей то вы все равно всех бы не спасли и всем бы не помогли такая у нас такова у нас наша жизнь что если у тебя все хорошо то обязательно будет плохо у кого-то и всех ты не спасешь всем не поможешь такова наша жизнь а если с тобой произошло беда или со мной произошла беда я вытушил себя из своей же беды или вы спасли себя из беды которая раньше с вами произошла из прошлого опыта то я хочу вас поздравить вы большой молодец возможно вы просто сделали когда-то или хотите еще сделать правильное решение ну допустим вы курите и вы знаете что надо бросить курить если вы бросить курить то вы то вас смерть скорее всего не заберет но вы знаете все равно что вы умрете это опять же я затронул тему смерти я знаю что в мире много грустных вещей вещей происходит много драмы и возможно здесь я много драмы рассказал я уже хочу закончить этот подкаст но если я вам поднял настроение и вы были рады даже такому формату как подкаст то большое вам спасибо вот следующее видео я не знаю чем будет но точнее подкаст потому что один и тот же формат я считаю тоже плохо но если он удачно получился то я постараюсь продолжить эту тематику не тематику а этот формат но постараюсь о чем-то веселом поговорить вот если у меня получится вот я не обещаю вот поэтому все всем пока пока это